Здравствуйте! В эфире программа «Попутчик-гость студии». Сегодняшние наши гости Олег и Андрей Осиповы, издатели газеты «Автоизвестия», которая выходит, если я не ошибаюсь, два раза в месяц. Тема сегодняшнего разговора с гостями — исследования, которые провели уважаемые Осиповы. Это исследование, ну, я бы сказал, что это исследование, наверное, не самых основ рынка. Это исследование того, что происходит с автомобилем после того, как он покидает дилерские ворота, он покидает ворота автосервиса. Господа Осиповы, провели исследование, сколько денег придется вам потратить на то, чтобы добавить, ну, как бы на новый автомобиль. Сколько денег потеряет ваша машина за три года эксплуатации? И первый вопрос, почему именно три года? Ну, во-первых, это азбука все же рынка, как мы ее заглавили. Она дает главное — ценовые ориентиры на рынке. Почему три года? Потому что и в России, и в большинстве других стран это средний срок владения новым автомобилем. Как правило, человек владеет им три года, потом продает, если покупает новые. Вот, исходя из этого, мы сделали такой первый анализ, скажем так. Трехлетки наиболее востребованы на рынке. И исследование проводили не только мы лично, да, у нас есть аналитическая группа, которую возглавляет вот как раз Андрей. Может быть, он добавит, почему трехлетки? Ну да, почему трехлетки? Потому что по поводу владения автомобилем, если я не ошибаюсь, трехлетки у нас все-таки такой таможенный барьер. Речь идет об автомобилях-трехлетках, потому что через три года уже совершенно другие ставки. Обложение таможенного и машину двухлетнюю везти просто экономически бессмысленно. Конечно. Ну, собственно говоря, в вопросе есть ответ на... Потому что через три года автомобиль приходит в разряд поддержанных, и соответствующим образом большая масса автомобилей США и Европы поддержанных начинает присутствовать на российском рынке, наряду с теми, которые были приобретены здесь, в салонах официальных дел. И потом надо чего-то было начать. То есть мы сделали вот такой анализ, потому что это наиболее востребованно, еще раз говорю. И поэтому вот с этого начали, скажем. Если будет интерес, мы... Это совершенно не сложно на основе этой базы сделать и четырехлетний, и пятилетний автомобиль. Дальше, я думаю, не стоит. Но к этому все равно рано или поздно придется прийти, потому что сейчас, в принципе, это такое руководство одноразовое получается. Я покупаю какую-то машину, и ближайшие три года мне это исследование неинтересно вообще. Наиболее точное, скажем так. Почему? Вы смотрите, у вас есть цены, которые были на этот автомобиль в 2003 году, когда он был новым. Есть цены, если эта модель продолжает выпускаться в 2006 году сейчас. И есть цены на вторичном рынке, на тот автомобиль, который вы приобрели в 2003 году, в сегодняшние цены. То есть, исходя из этого, мы показываем, сколько вы за эти три года потеряли в долларах, грубо говоря, в рублях, в долларах мы привыкли считать. Сколько вы потеряли в процентах от первоначальной стоимости. И главное, что мы там еще показываем, это индекс АИ. Вот его автор. Там много факторов. Я думаю, Андрей лучше расскажет. Ну, не принципиально. Андрей, расскажите. Индекс АИ – это индекс рыночного позиционирования. Фактически он отражает, насколько... Уже пожалел, что спросил. Ну, тем не менее. Если можно, попроще, да. Насколько правильно и четко определена цена на поддержанный автомобиль. То есть, насколько этот автомобиль востребован на рынке. Насколько сам автопроизводитель заботится о вторичном рынке. И о том, чтобы цены там не падали резко. Или, наоборот, снижались. То есть, цена на машину падала в меньшей степени. Вот, собственно говоря, это индекс и показывает. На самом деле, я прошу прощения. На самом деле, читателю вовсе не обязательно разбираться во всех этих столбцах и графах. Хотя, наш человек привык дотошно изучать достаточно такие вещи. Ему можно посмотреть просто на этот индекс. Наш человек вообще или... Наш человек, российский человек. Наш человек, в смысле ваш человек. Наш российский человек, читатель, да, я думаю, что это теперь массовый читатель. Он привык вникать в подробности, в существо дела. И я вам скажу, что, судя по отклику читателей, это большинство. Именно так изучают, читают, спорят с нами. Это здорово. Ну, тут есть как бы другой немножко момент. Даже если судить по продажам автомобильных изданий. Есть такая статистика. Ну, к сожалению, очень тяжело добываемая. И такая достаточно редкая. По увеличению продажи каждого номера в зависимости от того, что у нас на обложке. Если на обложке какой-то бестселлер рынка, то многие люди покупают его не потому, что они испытывают пиетет, допустим, к какому-то изданию определенному. А просто, о, моя машина, хочу почитать. Они покупают этот журнал просто как журнал про мою машину. Остальные статьи, ну, если интересуют, уже во вторую очередь. Это правда. И это совершенно верно. Я думаю, что это просто, скажем так, начальный этап. Он может длиться 5 лет, 10 лет. У нас он длится 10 лет. Но люди уже прекрасно... Что за начальный этап, в принципе, как его можно... Когда покупают по обложке. Потом люди идут на какую-то газету, как раньше в театр ходили на Мачалово, там, позже на Качалово. То есть, они ищут что-то совершенно определенное. Понятно, я очень люблю задавать исследователям рынка, так называемым, в кавычках, и директорам по маркетингу. Один вопрос. Назовите три отличия одного автоиздания от другого. И, как правило, этот вопрос ставит в тупик людей. Ну, кроме названия, разумеется. А мы совершенно четко позиционируемся, как газета, единственная в России деловая автомобильная газета. Хорошо. Это не реклама. Я просто... Нет, это я не к тому, что это реклама. А вообще, вот исследование рынка. Вы провели исследование рынка, ну, по большому или маленькому количеству параметров, это неважно. Если говорить о том, что же все-таки такое сегодняшний наш автомобильный рынок? Созрел ли он для того, чтобы его мерить? Или получается, как в старом анекдоте, средняя температура по больнице 36,6, включая морг и горячее отделение? Нет, это не так. Что касается этого исследования, то вот как раз, поскольку в нем представлено для начала 570 моделей модификации автомобилей, то есть это уже не средняя температура. Это не просто там, я не знаю, Passat, а пять вариантов всякого там, Passat или кого-то еще. Вот, по любой модели. Это во-первых. Во-вторых, рынок созрел. И рынок этот отличается от всех других рынков одним печальным обстоятельством. В нем до сих пор ощущается дефицит. Дефицит практически всего, как это ни смешно. Особенно в нижнем ценовом сегменте. От, там, до 12 тысяч долларов. Невозможно купить машину. Этот дефицит, кстати, на входе этого дефицита... Согласен, согласен. Есть такой пример на личном. На личном примере, готов подтвердить, согласен. Невозможно купить машину дешевле, но я бы сказал, наверное, до 20 тысяч долларов. Так, чтобы не ожидать, не выбирать там или что-то без всяких осложнений. А сегодня мне германский производитель грузовиков сказал, что... Зачем вы стоите за Ford Focus 2, если у нас есть замечательные германские грузовики? Нам нечего рекламировать, мы уже все продали, лимиты исчерпаны. Это на Россию или вообще? Это на Россию. У меня такое ощущение, что дефицит всего. Нет, дефицит всего, тем более, что в Европе нашего дефицита, мягко говоря, не понимают. Когда говоришь им, что очередь на бестселлеры рынка длится больше, чем на полгода, а на некоторые модели даже записи не принимают, их это удивляет. Как? На тот же Ford Focus в Германии его можно купить, ну, мягко говоря, не вставая с кровати. Там по телефону, да, он есть, приходи, забирай. Их удивляет, почему та же самая машина, что у них продается, у нас ее нужно ждать полгода и более. Ну, потому что вот это есть рынок. Его можно считать, его уже можно исследовать, но он не поддается какому-то вот такому анализу. Когда спрос рождает предложение, у нас пока предложение запаздывает. И на этом фоне, кстати сказать, великолепно себя чувствует в ВАЗ. Мы потом, наверное... Ну, мы потом вернемся попозже, чем в ВАЗу. Почему? Я все-таки хотел вернуться к индексу АИ. Вам не надо, для простоты понятия, не надо все это считать. Вам достаточно посмотреть, если индекс АИ меньше 2,5, через запятую, или больше 9, то эти машины покупать, ну, надо задуматься, прежде чем купить этот автомобиль. Все, это достаточно ясно речь. А что вообще означает индекс? Он учитывает потерю в цене за 3 года, он учитывает факторы, там много факторов, но 3 главных. Вот потеря в цене, это на 70% из этого стоит индекс. При большой потере, ну, при большой потере, какой индекс ниже? Индекс ниже. Почему же тогда надо бояться машин с индексом больше 9? Скажу, потому что, значит, вот эта модель, конкретная модель, в конкретном сегменте рынка, она перегрета. То есть, предложение превышает, спрос превышает предложение. И, значит, в течение, там достаточно ясно все это объяснено, и, значит, в течение ближайшего времени, ближайших трех лет, на нее нельзя ставить и 5 рублей, то есть, цены будут падать стремительно. Вот и все. Достаточно знать две цифры. 2,5-9, все. И в этом вот диапазоне... То, что в диапазоне все нормально. Это не... Мы, к сожалению, на самом деле, вот Андрей не даст мне соврать, так сказать, для нас самих было откровение, потому что мы использовали исключительно математические инструменты. Там нет личных симпатий, антипатий, то есть, никаких привязанностей. Это математика голая. И поэтому нам самим может не нравиться то, что там вышло в итоге. Но, тем не менее, так и есть. Не, ну не нравится результат математической формулы, не может не нравиться, он такой и есть. Вот. То есть, в данном случае это совершенно объективная оценка, без любых приходящих моментов. Ну, а как вы сами считаете, рынок за последнее время, он как-то изменился? Почему именно сегодня это исследование? Потому что проблемы с автомобилями, проблемы с их что покупать, когда покупать, как меньше потерять, они известны нам, ну, наверное, не первый год уже. Почему именно сегодня возникло это исследование? Первое, рынок созрел. Второе, нельзя оставлять читателя, потребителя в совершенном невидении. Ну, давайте тогда прийдемте, посмотрим сюжет о том, что же у нас чуть раньше было с автомобильным рынком. Смотрим. А сколько ваше стоит? Слушай, покупать машину дело мужское. Поэтому я, извини, прошу тебя, не суйся. Вопросы задавать буду я. Добрый день. Здорово. Здрасте. Сколько пробежала? 150. Почти ничего. А сколько сто? Это как ездить? Зимой не ездил. В теплом гараже стояла. А открыть можно? Конечно. Договорим. По-моему, надо брать. Цвет хороший. Не моргий. Софья, Макарна, я вас просил. Интеллигентно. Не суйся. Иди погуляй. Ты мне все портишь. Все портишь. Иди. Ну, хорошо, я тогда пойду с тем поговорю. Так, Олег, что-то изменилось. Мы сейчас видели, как это происходило всего, ну, каких-то 30 лет назад. Что же изменилось? Ну, что, люди остались теми же. Автомобильный вопрос не испортил их, в отличие от квартирного. А машины стали совершенно другими. Сейчас те модели, которые там показаны в кадре, их можно на сдачу купить, в общем. И это правильно. Хотя российские машины новые дорожают немыслимыми темпами. Но это отдельный вопрос, так сказать, не будем. Что еще изменилось? Покупать предпочитают все же не только на рынке, а в автосалонах. Во-первых, появились автосалоны. Я так понял, что этому сюжету лет 20, если не больше. 34, если бы. 34. Ну, вот. Не было тогда такого количества автосалонов, не было тогда такого выбора. Да много чего не было. Сейчас, слава богу, есть все. Поэтому, конечно, мы живем в более продвинутой стране и вообще можем говорить о рынке. Не в смысле базара, а в смысле более или менее цивилизованного рынка автомобильного. Ну, давайте посмотрим тогда, как выглядит современный базар. В смысле рынок. В смысле рынок. В принципе, если так глядеть на эти же машины, ну, разве что марки поменялись и антураж немножко другой. А так, суть вся та же. Может быть, там больше нет человека, который работал в 18-м таксопарке. Все это называется как-то по-другому. Но, в принципе, суть та же. Те же машины, та же скрытая от покупателей история. Те же рассказы о том, что этой машине нет сносу и никаких проблем с ней нет. Только единственное, что, наверное, 100 километров пробных на ней проехать не дадут. Так, в принципе, ну, на мой взгляд, ситуация та же. И сейчас, ну, в отличие от тех же лет, 30 лет назад, в отличие от той же поры, появилось много других махинаций и механизмов относительно честного отъема денег у населения. Ну, так и откровенно нечестных способов. Поэтому, вот эти формы базарные, они до сих пор у нас есть. Мы сейчас говорим о том, что мы создаем рынок, о том, что мы воспитываем все такие нюансы. В плане того, что у нас все более и более цивилизованно. Но такие формы продажи автомобилей, ну, они же все равно есть. И они будут? Они будут? Вы не предрекаете им скорой гибели. Нет, они просто везде есть. Есть сейл в Америке, где стоят за загородкой. И в Европе то же самое. Аукционы, система аукционов. Система аукционов. И там, я вас уверяю, те же самые способы обмана, ну, примерно такие же, они ничего нового здесь не придумают. Ну, как, Европа, это же сервисная книжка, это какая-то история автомобиля, которую вы можете проверить, там, что в интернете, что, в общем, ну, на реальной полиграфическом продукте написано, что как. И здесь, а кто сейчас покупает на рынке без сервисной книжки? Ну, мало кто, я так полагаю. Наверное, главный нюанс в том, что автомобиль, пересекая вот некую границу, да, может быть, нам иллюзорную, но на самом деле она там видна на карте, она огораживает там одну шестую часть суши. Он пересекает эту границу, и с ним происходят удивительные метаморфозы. Он как бы обеляется, у него там пропадают какие-то секретные нюансы из прошлого. Не так уже очевидно, что он когда-то тонул там в 98-м году, или что там было три страховых случая там по падению с автовоза, с поезда, да, и там с многоэтажной парковки. Какие-то есть перспективы решения этого вопроса? Вот Андрей выбирал несколько раз машину таким образом, поэтому, я думаю, он лучше расскажет. Да, я думаю, что пока все останется на том же уровне. К тому же, вот по поводу обеляется, мне понравилась фраза, потому что не так давно был создан прецедент, Верховный суд признал окончательно право добросовестного покупателя, он твердил его в законе. Поэтому, даже если машина была угнана в Соединенных Штатах, и она год здесь была растаможена... Единственный нюанс в том, что никто не сможет пока, никто не может пока сказать, как воспользоваться этим законом. Есть такой институт J.D. Power, который проводит, ну, я не могу сказать, такие же опросы, там вопросы гораздо шире. И они опрашивают, я так понимаю, порядка 30 тысяч владельцев только одной модели. Потому что определение цены, определение каких-то параметров, это же не только технические вещи, это еще и вопрос некого социологического исследования. Ну, тут надо сделать небольшую все-таки поправочку, потому что J.D. Power занимается немножко другими исследованиями. Да, процент удешевления автомобиля через три года они тоже рассчитывают. Но это для них, скорее, второстепенный фактор. Основная задача института J.D. Power, он уже действует, кстати, не один десяток лет в Соединенных Штатах, он больше средоточен на оценке качества автомобиля. Причем оценивается оно по многим параметрам. Как и визуальное качество, так и внутреннее качество, качество отделочных материалов, удобство владения автомобилем при каждодневном использовании. Они, скорее, выставляют рейтинги. Кроме того, они проводят большие исследования по... Они выставляют рейтинги самих автопроизводителей, производств, предприятий. То есть, насколько четко там соблюдается технология, насколько качественный продукт производится. Естественно, этим и занимается огромная института. Но вы пока не замахиваетесь на такие исследования? Отчасти. Отчасти. Нельзя объять необъятно, как говорил наш человек Казьма Прутков. Поэтому наша задача, то, что мы сейчас решили, первый этап, она вполне выполнима. Просто никому это не приходило в голову, да и лень было считать. Ну, представляете себе. Есть еще люди, которым пришло в голову, если я не ошибаюсь, российское издание Квадро Рута сейчас публикует что-то похожее на эту тему. Вы в курсе этого исследования. Что-то можете сказать? Ну, как брали за основу что-то? Есть какие-то пересечения с их исследованием? Нет, но мы не исследуем итальянский рынок. Ну, там же говорится о том, что есть какая-то адаптация к российскому рынку. Ну, посмотрите внимательно. Я думаю, что вы поймете, в чем разница. Если честно сказать, я и видел. Разница между итальянским и российским, конечно, сумасшедшая. Рынками. Ну, да. Есть какие-то общие законы, которые работают и здесь, и там, но даже степень того, насколько они работают, разная. Конечно, здесь я согласен. Мы говорим только о российском. Мы исследуем российский рынок. Мы итальянский рынок упоминаем в обзорах. А у них все это сделано на основе данных, полученных. Хорошо. А где вы берете стоимость автомобилей трехлеток? Из каких источников вы получаете? Хороший вопрос. Вот это самая главная головная боль, которая заняла огромное количество времени. На что и ушло больше 6? По каждой модели модификации из 570 приходилось, по крайней мере, 10 цифр брать. Сколько? 10. 10 цифр по каждой модели? Некий лимит установлен. Вот мы должны были узнать 10 цен на каждую модель. Мы их узнавали из... Ну, первое, да, это официальные дилеры, которые продают по системе Trade-in. Trade-in. Там на 10-15% выше, разумеется, цены. А вы не узнавали те деньги, за которые официальные дилеры, которые проводят Trade-in, готовы принять этот автомобиль? Ну, узнавали. Только что Андрей продал таким образом. Да, в этом году, разумеется, мы слышим. Там, как правило, или это договор комиссии, определенную сумму оплачивается, или это 10% ниже реальной рыночной цены. Да, но все зависит от марки и модели, потому что чем дороже машина, то, соответственно, маржа дилера может получаться. А говорить о том, что есть рыночная цена, когда, ну, например, 10 автомобилей. Эти 10 автомобилей, ну, это может быть, не знаю, там... Нет. Полярные автомобили, как можно по 10 автомобилям? Сколько вообще нужно иметь автомобилей? По модификациям. В идеале, вот одной модели сколько нужно взять, чтобы говорить о том, что есть какие-то статистические данные? Мы брали десятку, не меньше. Вот у нас такая была планка установлена. Иногда получалось больше, но меньше быть не могло. То есть, это частное объявление. Это объявление не только в интернете, это объявление на бумажных носителях. Это обзвон в некоторых случаях. То есть, мы должны были позвонить, поторговаться, да, чтобы представить себе реальную цену. Она, разумеется, усредненная. Ну, естественно, усредненная. И при этом мы брали цену ближе к базовой. Если сама модификация с двигателем V6, допустим, она не предполагает уже какую-то комплектацию. Естественно, так или иначе, она базовая для этой комплектации. Так или иначе, базовая. Хорошо, 10 объявлений. Если мы говорим о 10 объявлениях, то можно ли найти по Москве 10 объявлений о продаже Rolls-Royce Phantom или Ferrari F360 Modena? Есть 10 объявлений по продаже таких автомобилей? Это один и тот же автомобиль, не может успокоиться. По Ferrari можно. По Ferrari можно. По Фантому, да, действительно, по Фантому сложнее. Но я бы еще добавил, что источником статистики именно цен на вторичном рынке, ну, это каждые выходные на рынке были проведены. Это разговоры физически на рынке. Это разговоры с перегонщиками. Конечно, есть аналитическая группа, ребята ездили просто с блокрута. Есть студенты экономических факультетов, которые... Они ездили, смотрели, сколько машина, сколько она пригнана. Они записывали. Сколько она стоит, так сказать. И таким образом была сделана некая среднеарифметическая была выдана. Потому что мы не могли учитывать пробег автомобиля, реальное его состояние. Мы брали только год выпуска и определенный двигатель или, допустим, тип привода, который производился. Но, естественно, чем выше пробег, тем ниже стоимость, чем ниже пробег, тем выше стоимость. Естественно. То есть можно говорить, что у нас сейчас есть рынок таких автомобилей. Если брать тоже Rolls-Royce Phantom. Rolls-Royce Phantom унатен. Или Bentley Continental GT. Bentley Continental там можно из десяток обнаружить. Это был один автомобиль, Rolls-Royce Phantom. А Rolls-Royce Phantom нет, это не был один автомобиль. Rolls-Royce Phantom предложений было шесть. Я вам могу сказать точно. Это были только частные объявления. Кроме того, его предлагали официальные дилеры. И, кстати, неофициальные, скорее серые дилеры, которые занимаются именно дорогими автомобилями такого плана. Ну, из шести уже это как бы погрешность невелика будет. Потому что все равно речь идет о трехстах, пятидесяти тысячах долларов. Понятно. Ну, даже если мы чуть опустим планку и будем разговаривать не об автомобилях Rolls-Royce, а об автомобилях, ну, класса Mercedes SL55 AMG, которые тоже присутствуют у вас. Или Jaguar XKR, по-моему. Тоже такая модель. Этих автомобилей, ну, наверное, больше. Но все-таки, что по этим моделям происходит? Машины достаточно в большой степени индивидуальны. Человек потратил на нее там порядка ста с чем-то, там, двухсот, иногда и трехсот тысяч долларов. В зависимости от того, как он хотел выразить свою индивидуальность. Даже при жуткой потере они все-таки стоят достаточно много. Есть ли рынок этих машин? То есть сколько объявлений по ним? Как вообще? Кстати, с ними, я прошу прощения, с ними было проще всего. Почему? А потому что нам легко было. Во-первых, они только на московском рынке практически, да? Может быть, один какой-то заблудившийся в Питере есть. И поэтому все объявления, которые были по Bentley, по тем моделям, которые вы упомянули, они все в нашем распоряжении. И цены. И поторговаться можно было легко. То есть позвонил да поторговался, посмотрел, насколько человек продвигается. Ну и как владельцы таких автомобилей готовы они уступить в цене? Они всегда приходятся всталкиваться с владельцем. Как правило, если говорить о владельцах дорогих, и даже вот... Mercedes тоже дорогая марка SL 55 MB. Дорогая, дорогая, безусловно, не спорю. Владелец, как правило, предпочитает отдать его тому же самому официальному дилеру по системе Trade-in или на площадку обезличенной торговли на рынках. Но в прямой диалог с будущим покупателем он предпочитает не вступать. Это может быть... Возможно, это связано с тем, что человек сам из себя представляет. Он не хочет расширять... Ну, возможно, он помнит какие-то кадры документальной хроники на эту тему. О том, как накрыли одну преступную группировку и другую, которые покупали такие автомобили. Да трудно себе представить, что глава нефтяной компании будет сам продавать свой автомобиль, да? А Rolls-Royce, если об этом говорить, или 55 MB, ну, понятно, что владеет необычной. Кстати сказать, поэтому огромное падение цен. Ну, мы, я думаю, что вернемся к этому моменту. Давайте посмотрим сейчас о том, есть ли у нас цивилизованные формы рынка и как они сейчас выглядят. Смотрим. Нашим все труднее конкурировать с западниками. В этом году россияне потратили больше денег на покупку иномарок, чем на приобретение отечественных автомобилей. А в Москве впервые было куплено больше новых машин иностранных марок, чем отечественных. При этом иностранцы используют любую возможность, чтобы заинтересовать потенциального клиента и сделать процесс выбора автомобиля максимально комфортным. Главная тенденция последних лет – дилерские деревни, специализированные центры, продающие машины разных производителей. Выставляя автомобиль, маркетологи изучают спрос на свои модели, заодно смотрят, как потребитель реагирует на машины конкурентов. При этом социология утверждает, что почти 90% потенциальных покупателей поддерживают эту идею. А 70% покупателей дорогих автомобилей готовы отправиться в эту деревню не один раз. По поводу исследований, по поводу результатов вашего исследования, как вы к нему отнеслись? Я понимаю, что мы говорили уже, любите, не любите. Все-таки удивили вас результаты? Или вы их примерно такими ожидали? Нет, удивили. А в самых выгодных, что в долларах, что в процентах, оказались Жигули, сейчас называются Ладой. Как ни назови, все равно останется машиной прошлого века, скажем так, конструирования, да, там, мягко говоря. А потом, когда разобрались, в общем, оказалось, что ничего удивительного нет. Потому что один из факторов – это удорожание новых автомобилей. Они, естественно, поддерживают на определенном уровне цены на вторичном рынке. Поскольку у Лады дорожали почти каждый месяц, ну, 12-я модель за эти три года подорожала на 3 тысячи долларов примерно, да. Понятно, что были высокими цены на вторичном рынке. Мы это по-научному, это называется фактор поддержки автопроизводителям вторичного рынка, да. Ну, наверное, Олег, ты подозреваешь этих людей в ненужных эмоциях. Вряд ли об этом заботились. Меня поразила пятерка Жигулей. 350 долларов теряет человек в среднем за три года. Это совершенно невероятно. Хотя на первом месте, я не помню, там в процентах, по-моему, у нас появился Kia Currents. А, ну, Kia Currents, да, она на первом месте идет у нас в процентах. Это, по-моему, 6 с небольшим процентом. Да, но это тысяча долларов. Причем все-таки, что это тысяча долларов, да. Все-таки это тысяча долларов. Да, но это значит, что автомобиль пользуется спросом, и он будет стремительно падать. Потому что сейчас уже есть предложения в этом ценовом сегменте. И поэтому, конечно, там тоже существенный фактор, вот эта поддержка производителям. И вообще таких автомобилей мало. Просто-напросто, да. Но самое, конечно, удивительное, это с Жигулями. Я хотел бы для зрителей сказать, это не значит, что надо немедленно бросать все и бежать в дилерский центр автоваза, чтобы покупать новые Lada. Потому что, на самом деле, ресурс, ценовой ресурс этих автомобилей в значительной степени исчерпан. Иными словами, Lada дальше, если и будут дорожать, то ненамного. То есть, фактор вот этой поддержки ценового рынка, он будет все менее и меньше, и меньшую роль играть на рынке. Второй фактор, это уже появление серьезных конкурентов, особенностей из Китая. Вот кто может выступить могильщиком российского старого автопрома, так это китайские товарищи. Это совершенно точно. То, что уже сейчас черри амулеты, не ошибаюсь, стоит дешевле, чем 12-я модель. 8 999, ну 9,000. Десятка даже. Конечно, небезопасный, наверное. Я не знаю, я на краш-тестах не был. Может быть, еще какой-то. Но он больше, это Seat предыдущего поколения. Ну да, это Seat Toledo. Seat Toledo с теми же принципами. То есть, это второй фактор, почему не надо спешить. Или уж наоборот, поспешить, чтобы быстренько перепродать потом Ладу какую-нибудь. Вот, и таких факторов множество. Объяснение мы нашли. Но, тем не менее, некоторое, так сказать, удивление осталось. Что касается, там есть еще другие модели. Я думаю, что, помнишь, какие там еще есть? Ну, хорошо. А как вы сами оцениваете, вот, ваше исследование, я думаю, что корректность этого исследования, она будет волновать большинство автопроизводителей, которые найдут в этом списке свои машины. И вопрос о корректности. Как вы сами считаете, достаточно ли корректно? Оно объективно, это первое. Я уже говорил об этом. Оно абсолютно объективно. Это математическое исследование. Оно не эмоциональное исследование. Второе, человек, который, конечно, я уже с этим сталкивался. Вот сегодня газета появилась в продаже. Уже достаточно много людей, ну, просто соседи по офису, так сказать, по бизнес-центру подходят. Да вот моя машина столько. То есть мы даем исчерпывающую информацию, в отличие от западных изданий и аналогичных исследований. Человек сам может посмотреть, верна ли цена, за которую он покупал в 2003 году. Ну, просто на стоимость трехлетнего автомобиля влияет же куча факторов. Во-первых, ну, обслуживался он у дилера или не обслуживался. Начальная комплектация, которая была. Мы не говорим о стоимости владения. Нет, я сейчас не говорю о стоимости владения тоже, я поправлю. На стоимость трехлетнего автомобиля влияют там куча параметров. Во-первых, он мог обслуживаться как у дилера, так и у нет. Во-вторых, там не всегда бывает одинаковая комплектация. В-третьих, у него может быть разный пробег за три года и состояние автомобиля. Были ли там аварии, не было аварии, проходил ли он регулярно ТО или избегал вообще визитов на сервис. И, наверное, самый такой суровый вариант – количество владельцев этого автомобиля. Об этом всем тяжело узнать просто из объявления, даже если это стоит где-то на площадке с более-менее цивилизованной формой продажи. Как определить, как вывести некую среднюю составляющую, которая позволит нейтрализовать вот такие разные возможные варианты этого автомобиля? Вот как раз по объявлениям о продажах. Они же не все были в авариях, да? Кто-то обслужился официально, кто-то неофициальных дилеров. Но когда речь идет о среднем ценовом или нижнем ценовом сегменте, тут нет проблем никаких. Потому что, если вы неопытный покупатель, вы все равно никогда не определите, что он был в авариях. Все равно цены держатся примерно на одном уровне. Вот на Porsche Cayenne огромный разброс, да? Там больше было объявлений. На Porsche Cayenne разброс, если я не ошибаюсь, от 60 до 80 с чем-то тысяч. До 85. Да, да, да. Ну, это по понятным причинам. Я думаю, их можно называть. Там действительно есть такие причины. Но, тем не менее, средняя цена существует. От 60 до 80. До 85, да. Можно посмотреть. Пока никто нас не обвинял в некорректности. И даже, так сказать, те же продавцы. То есть, в общем, кстати сказать, you're welcome, да, как говорят. Ради бога, если есть... Мы только за уточнение. Если есть достоверные данные о том, что этот автомобиль нет, стоит вот столько. И еще мы говорили о ценах сентября. Есть один нюанс. Я смотрел ваше таблице по поводу Audi S6, например. Который стоит... Ну, возьмем одну модификацию. A6. S6, прошу прощения. Avant, которая стоила изначально 108 тысяч. По вашему исследованию, она скатилась до 35-200. Трехлетняя. Я, интересно, ради посмотрел просто в электронных источниках, сколько вообще стоят эти машины. Надо сказать, что предложения немного. Но то, что я нашел, оно находится в порядке, там, в районе 50 тысяч евро за эту машину. Или, если там пересчитать в доллары, это порядка 63 тысяч долларов. Ну, существенный разброс тоже по этой модели. Как появляется тогда цена? Ну, вообще-то странно. На самом деле, потому что, когда я как раз подготавливал, в том числе, вот и вводил окончательные таблицы. Этот автомобиль, действительно, это рекордсмен по падению. Но там также был зафиксирован большой разброс цен. Да, действительно, есть машины, которые стоят и 50 тысяч евро. Та же самая Audi S6. В определенных версиях полностью, с полным, что называется, фаршем. Со всеми всевозможными опциями, плюс с кучей дополнительного оборудования. Наряду с этим, масса машин, приехавшихся из той же самой Америки, вот недавно, буквально ввезенной или ввезенной из Германии, которая предлагалась по цене в 32-34 тысячи долларов. Это уже с таможенной очисткой. С таможенной очисткой. И учитывая, что у нас сейчас будет легализация этих автомобилей, они решили не... А на самом деле все просто. Поэтому нельзя же сбрасывать со счетов, в том числе и низшие предложения. Мы не старались давать именно самую высокую цену. Это именно была... Мы старались вывести некую среднюю арифметическую. Почему вы написали? Во-первых, ближе к базовой, без опции, музыка и так далее, так далее. Ближе к базовой. Там это все черным по белому написано. Во-вторых, если бы вы обзвонили здесь десяток, а не 5-6, получилось бы все равно то же самое. Я ни в коем случае не хочу подвергнуть сомнение в ваше трудолюбие. У меня просто не хватило сил физически смотреть больше. Самое главное, это ориентир. Да, некий. Это цены на середину августа, ближе к сентябрю. Понятно, что... Хорошо, мы подошлись к этому моменту. Сейчас сентябрь. А есть сезонные колебания на... Безусловно. ...не новые автомобили? Конечно, летом спрос меньше и предложений меньше. А осенью и весной, когда идет пик продаж... Прошу прощения, звонок в студию. Алло, студия, говорите. Добрый день, Ираклик. Вы слышите меня? Да, слышим, говорите. Задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к Олегу. Олег говорил, что китайские машины могут сильно испортить рынок российским. Но как можно говорить о китайской машине сейчас, когда неизвестен ресурс китайской машине? Я отмечу на «Ладу» уже 15 лет. И сейчас я буду новый «Ладу» покупать все равно. Потому что я боюсь покупать китайскую машину и не знаю, сколько ресурсов. И правильно делаете. Совершенно. Спасибо, Ираклик, за вопрос. Отличный вопрос, на самом деле. И правильно делать, что не спешит покупать китайский автомобиль, потому что никто не знает его ресурсы на самом деле. И меня это тоже изумляет, потому что главный фактор, почему их сейчас покупают, все больше и больше, кстати, это цена. Это тот же фактор, что и при покупке отечественного автомобиля. Это цена. Есть некие, ну, наверное, не стоит вам об этом рассказывать. Вы знаете, что советский автомобиль, он олицетворяется с некой, даже не то что надежностью технических узлов и агрегатов, а с надежностью в плане финансов. Что бы в нем ни сломалось, моей невысокой зарплаты хватит на то, чтобы поставить этот автомобиль на колеса. Я когда говорил о перспективе китайской, я имел в виду не сегодняшнюю ситуацию, когда ценовой фактор определяющий. Я имел в виду ситуацию на протяжении ближайших нескольких лет. То есть, если и когда китайские автомобили обзаведутся нормальными дилершипами, нормальным сервисом, нормальной системой поставки запасных частей. Когда через три года будет выявлен настоящий реальный ресурс, тогда да. Я бы, допустим, мог не рекомендовать покупать автомобили, скажем, да, китайские. Я понял вас. Я перебью на секунду. Мы ждем других звонков в студию. Наш телефон вы можете увидеть на экране. По поводу исследований. Нет ли такой возможности обратиться к нашим китайским коллегам, узнать что-то по поводу ресурса? Или в этих результатах можно сомневаться? Ну, у них есть тоже гарантия. Официальные дилеры, которые продают китайские автомобили, дают гарантийные обязательства, какие-то на себя принимают. Я думаю, они никак не меньше, а в ближайшее время будут точно такими же, как по корейским автомобилям. Да, я-то не ошибаюсь. И поэтому, ну, это какой-то аргумент все же. Ну, понятно. Есть еще один аспект достаточно. Мы просто постоянно в нашем приложении, которое посвящено корпоративным продажам, корпоративным клиентам, сравниваем стоимость технического обслуживания. И очень забавный факт получается, что, во-первых, на китайском автомобиле нужно чаще ездить на сервис, потому что первое то у него проходит в тысячу километров, потом в три тысячи или в пять тысяч километров, потом в десять через каждые пять тысяч. Через каждые пять тысяч? На многие машины именно так, вот с теми сегментами, а по крайней мере, вот с низшим сегментом. Первое то плюс десять, а потом десять. А потом шаг десять. И стоимость обслуживания каждого периодического ТО, она зачастую выше, чем у европейского или японского автомобиля. Ну, это как был Chevrolet Blazer Елабужской сборки, на который ТО стоило порядка, там, около тысячи долларов с расходными материалами. Ну, мы же сомневаемся, что там менялось практически полмашины. Вот, может быть, тут такая же ситуация. Это исключительный случай, потому что сейчас к Blazer, по-моему, претензивей нет. Нет, ну, это была история еще до кризиса. Это была история кризисная, старая. Я помню. Хорошо, мы выяснили, что все-таки сезон влияет, а какие-то законодательные нюансы, например, там, снижение, повышение таможенных ставок, какие-то обещания подорожания бензина, повышение налоговой ставки произошло тут неожиданно для многих, что за машину, там, вместо прежних, там, небольших сумм надо будет платить, там, по 500, по 600, по 700 долларов в год налога. Это влияет на стоимость продажи? Если честно, не особенно. Вот как это не продажно. Потому что никто не может разобраться в этом, что же это значит для владельца? Потому что, во-первых, рынок испытывает дефицит, во-вторых, цена на бензин не критична, и она не будет критична. Мы писали, что цена на бензин будет колебаться в пределах процента официальной инфляции. То есть, если в октябре бензин 95-й будет стоить 22 рубля, я не удивлюсь. Если меньше или больше, значит, они не уложились в норму, которая им продиктована. То есть, этого быть не может. Это цена на бензин не влияет, это первый фактор. Таможенные ставки, в принципе, они же ведь не менялись в последние годы. Мы определили, что они будут вот такими. 25, по-моему, да, процентов? Плюс там какой-то акцесс. От объема двигателя, да. Это не те факторы, которые могут влиять на спрос. Особенно в условиях дефицита. А скажите, много ли у вас зрителей, которые задумываются о расходе? О расходе топлива? О расходе топлива. Да нет, конечно. Ну, есть, корпоративщики задумываются. Меня волнует, на самом деле, расход топлива. Это главная вещь, о которой я думаю. Но, естественно, мне интересно, сколько будет расходовать этот автомобиль. И в каких-то, наверное, совершенно уже откровенных ситуациях я просто откажусь от такого автомобиля. Правильно. Но те люди, которые покупают автомобиль, объем двигателя не менее трех литров, они знают, на что идут. И для них это посильная ноша. Не, ну, три литра, наверное, это сейчас такой уже более-менее средневзвешенный вариант. Просто хотелось бы иметь возможность отъехать от заправки куда-нибудь подальше. Может быть, у меня по дороге к даче не будет других возможностей заправиться. Покупайте дизель. Я считаю, что вполне. Дизель – это еще более сложная история. Да, может быть, по деньгам именно на сам дизель это и возможно. Но вот эта история с принятием европейских норм по качеству дизеля, она так, по-моему, и не закончилась ничем логическим. Обещания были, что-то происходит, но я так и не заметил, чтобы на наш рынок поехала масса дизельных автомобилей, тот же Audi 4.2, дизельный двигатель, чтобы официально появился. Пока европейские производители трехлитровый, да, на 4.2 трубодизель не поставляют. Он не соответствует. Кстати, по столичному рынке количество автомобилей с дизельными моторами, даже те, которые официально сюда не поставлялись, сейчас очень велико. Она растет постоянно. То есть и перегонщики, и салоны зачастую... Интересная тема. Ну, то есть, грубо говоря, покупатели своими деньгами больше доверяют качеству дизельного топлива, чем производители, которые пока стесняются их перевозить. Но в крупных городах, в принципе, нет проблем с дизельным топливом. Но, правда, не все производители. Мерседес отказался от поставок автомобилей с дизельными двигателями, хотя до недавнего времени, до этого года поставлял. Я считаю, что это странное решение, скажем. Это на фоне того, что крупные нефтедобивающие компании пестрит Москва объявлениями стандарт Евро-4. Может быть. Я попробовал заправляться. Очень бы хотелось надеяться, что это не из серии того, что на заборе написано, стандарт Евро-4. Очень бы хотелось. Я думаю, что в ближайшее время еще попробуем сделать некий анализ того, что продается у нас на ЗС, и посмотреть, насколько сейчас соответствуют эти надписи тому, что пишут. А говоря об исследовании, цели исследования, на кого вы больше рассчитывали? На тех людей, которые покупают эти автомобили, я имею в виду, как новые, так и не новые, или на производителей? Мы рассчитывали в первую очередь на покупателей и продавцов. Не важно, кто эти продавцы. Это исследование помогает одинаково успешно ориентироваться на рынке как продавцам, так и покупателям. Они преследуют разные цели. Но вот мы предложили некий ориентир, некий консенсус, на основе которого они могут, грубо говоря, договариваться. А без этого просто нельзя обойтись на любом цивилизованном рынке. И такие ведь исследования, что тут греха таить, они проводятся во многих западных странах, и не только DigiPower. Примерно такое же исследование. Кстати, ни у одного из западных исследований индекса нет. Мы его сами вывели, сами придумали, потому что считаем, что он необходим для автомобильного рынка. Именно для российского. Ну хорошо, чтобы поговорить об индексе. Так, у нас звонок в студию, прошу прощения. Да, вы в студии говорите. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня вопрос к господинам Осиповым. Вы знаете, у меня была такая ситуация, что я приобрел машину две недели назад, Volvo S60, и был вынужден ее продать. Буквально пробег был меньше тысячи километров. И вот на этой продаже я потерял сразу 15%. Хотя машина новая, на гарантии, со всеми страховками. Вот учитываете ли как-то вы эту ситуацию в своих расчетах? Спасибо. Спасибо за вопрос. Кто будет отвечать? Давайте я начну. Еще раз. Мы анализировали трехлетки. То, что автомобиль выезжает за ворот и сразу теряет 10-15%, это факт. Исторически. Потом он теряет меньшими темпами. Скажем, за три года. Можно посмотреть, сколько S60. Тут у нас это в большой гарантии. Ну, это шоу, что у нас только двадцатка есть, да. Победителей и проигравших. Хорошо. Но это нормально. К сожалению, так. Это везде так. Это везде так. Если вы вывели автомобиль, но ведь никто не покупает, как правило. Разные обстоятельства, конечно, в жизни бывают. Я могу только посочувствовать. Но ведь никто не покупает автомобиль, чтобы через две недели его продать. Ну, по крайней мере, год-два он рассчитывает проездить. А оптимальный срок, я вам скажу, три все-таки. Три года. Вот к этому привыкли люди. Тогда еще один вопрос. Что происходит с автомобилями, которые мы покупаем новыми, но вот в процессе как раз этих трех лет появляется другая модель? Я предлагаю как раз посмотреть видео на тему автомобиля Grand Cherokee. Как изменится его цена, когда у нас появилась новая модель? Вот то, что ездит сейчас по нашим дорогам. И мы помним, что есть еще люди, у которых не прошел трехлетний срок владения автомобилем старой модели. Как изменится эта цена? Потому что, в принципе, да, автомобиль сейчас, новый Grand Cherokee, мало того, что это новый модельный ряд этого автомобиля, ну, как бы новая модель. У него появились другие двигатели, у него произошли большие изменения в подвеске. Теперь это автомобиль с разрезным передним мостом, у него есть двигатель. И вот старый автомобиль Grand Cherokee. Как можно ли загадывать о таких вещах, как выход с конвейера, как уход с конвейера твоего автомобиля? Вот, грубо говоря, я купил этот автомобиль в 2004 году. Сейчас у нас 2006, я езжу на нем два года. И вот в этот момент произошла смена поколения. Отразится ли это на той сумме, которую я потеряю в итоге? Вот я открою маленький секрет. Нет, это тот фактор, который отражается в индексе. Он не виден в абсолютных цифрах. Там есть графа годы выпуска автомобиля. С такого-то по такой-то. Но вот тот факт, что поменялась модель, и спрос несколько упал, он учитывается только в индексе. Вот почему мы его придумали. Потому что это учесть по-другому невозможно. Мы даем представление читателю о том, какие потом, кстати, сказать, ну, мы же все прекрасно понимаем, средний срок жизни модели. И он очевиден, да? 7-8 сейчас. Ну, мы сейчас говорим как профессионалы. Мы говорим как профессионалы, как люди, которые понимают, чем вызвана смена модели. Как это происходит, как часто. Если мы говорим о человеке, который нашел свое призвание в банковской сфере или где-то там, не знаю, заботится о животных, как ветеринарный врач, он может не знать этих нюансов, и может быть не так интересно, когда появилась эта модель, и какой средний срок ее жизни на конвейере. Вот покупая машину, получается, в конце года ее, ну, в последнем году жизни, он подписывается на большие потери денег. Да. Это нормальная ситуация. И какой процент составляет? Ну, если так можно сказать в процентах, сколько процентов надбавки придется заплатить за смену модельного года? Точную математическую модель здесь не вывести. Тут ясно одно, что любое новое поколение уж так сложилось, оно всегда более прогрессивное, чем предыдущее. И, естественно, если человек покупает машину в конце ее срока жизни, он, естественно, будет терять больше, нежели тот человек, который купил ее в первый или во второй год, когда она производилась. Учетом того, что средний туристический цикл модели у производителей в гамме составляет от 5 до 7 лет. Все зависит от автопроизводителя. А время от времени еще и сам автопроизводитель устраивает каверзу. Ну, бывает, кстати, очень... Но автопроизводители у нас на это дело очень... Но бывают обратные вещи. Бывает, что некоторые машины, их, правда, по пальцам можно считать, но есть некоторые машины, которые так уж сложилось, считаются очень надежными. Они сформировались нехорошими. Вопрос надежности я бы хотел принять следующую плоскость. Вот мы считаем автомобили трех лет. Если мы говорим про те же автомобили Вольво, то срок гарантийного обслуживания два года. И вот этот третий год человек, получается, докатывает за свои деньги. Он уже не ездит к официальному дилеру, возможно, или, скорее всего, ну, во всяком случае, возможно. Влияет ли это на стоимость трехлетних автомобилей? То есть одно дело покупать машину, у которой незапятненная дилерская репутация, что только мастера своими, единственно, чистыми, профессиональными руками трогали там мои гайки, детали подвески и прочее. Или автомобиль, который уже побывал, непонятно в каком сервисе влияет это. Я думаю, трехлетнюю Вольву никто без сервисной книжки не купит. Ну, у нее есть последний год в вольном плавании, в свободном. Ну, что значит последний год? Мы же смотрим на ТО, мы знаем, что она проходит то, каждый 15 тысяч, я не помню сколько. Примерно там, да, зависит от модели модификации. Мы знаем, что должна быть отметка. Скрутить спидометр не думаю. Сейчас уже могу. Скрутить спидометр, я думаю, слава богу, потихоньку отказываемся от этих нюансов. Это просто становится неинтересно. Ну, вероятно, да. О чем это говорит? О том, что рынок пока еще не дозрел до того, чтобы реагировать на все вот такие изменения? Или просто это не так важно? Я думаю, что дозрел и реагирует. Это мы просто еще не можем учесть, может быть, каким-то образом. Это сложнее отследить. Это сложнее отследить. Он саморегулируемый. Но наш покупатель весьма требовательный. И я так полагаю, что он даже более требовательный, чем среднеевропейский покупатель. Потому что для нас автомобиль – это автомобиль, да? Это не просто какая-то штука, на которой ездишь с работы домой. Это нечто большее. Ну, это гораздо большее. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и мы по-прежнему ждем ваших звонков. На экране вы можете увидеть наш телефон. И напомню, даже москвичам нужно набирать префикс 495. Хотел задать вопрос, Олег или Андрей, не знаю, кому удобнее отвечать. А какую реакцию вы ждете от производителя? Я не имею в виду гневные комментарии. Как вы это правильно сказали, что это полезно для бизнеса? Как, по вашему мнению, им стоит учесть это в своем бизнесе? Они, если захотят, могут учитывать. Если захотят, могут не учитывать. Нет, это я понимаю. Сейчас вопрос идет не о том, как захотят они. Вы делали это исследование. Я так понимаю, что вы хотите все-таки какую-то реакцию от производителя получить. Вы считаете, что им это будет не вредно. Что это за реакция? Я думаю, что им надо задуматься о рыночном позиционировании модели. То есть им стоит, как следуя логике ВАЗа, каждый год повышать цены на свои модели? Не обязательно. Посмотрите на Toyota. Она очень хорошо... Но вы имеете эту Toyota Land Cruiser, которая с 39 тысяч подросла до 50. Это тоже пример, к сожалению. В 20-ке самых выгодных, да. Но в этом году цены, я имею в виду весь модельный ряд, если брать, они поднялись на 2-3% по разным моделям. Очень невысокое. Но это таки повышение цен. Ну, а что можно предпринять производителям, чтобы улучшить свою позицию в вашем рейтинге? Чтобы улучшить позицию? Да. Что можно предпринять производителям для этого? Обеспечивать более качественные продажи, обслуживание. И вообще сам автомобиль должен быть более качественным. Ведь на самом деле рейтинг зависит от качества. С одним исключением, обидным для меня, например. Там есть, допустим, САП, который имеет отрицательный индекс, одна из немногих машин. Абсолютно недооцененный бренд на нашем рынке. Допустим. Я не хочу агитировать вовсе за САП. Но я бы не сказал, что САП недооцененный бренд. Этот бренд, он всегда считался автомобилем не для всех. Это для интеллектуалов, для какой-то интеллектуальной элиты. Он так, во всяком случае, и в Соединенных Штатах позиционировался одновременно. Абсолютно правильно. Там по-разному его можно позиционировать. Вы совершенно правы в главном. Но, тем не менее, значит, никуда не годная маркетинговая политика по этому бренду. Значит, он не поддерживается ни рекламой, ни пиаром. И люди просто не знают, что это за автомобиль. Вот про Вольву знают. САП не очень. И таких примеров сколько угодно. Это, как бы сказать, фундамент, который позволяет задуматься над очень многими проблемами, в том числе производителями. И тут мы же ведь не делали что-то, можно обижаться или не обижаться. Это просто объективная данность, которую следует принимать в расчет. Как говорил Дон Карлеоне, только бизнес, ничего личного. Мы же сейчас говорим не о каких-то обидах. Еще такой вопрос. Автомобиль марки Infinity. Вот он только в этом году вышел на наш рынок. А у нас уже есть? Нет. Это я понимаю, что он есть. Он и в серую был представлен достаточно широко. Какие шансы дает выход на наш рынок автомобиль Infinity? Он увеличит свое положение? Он увеличит? Повысит свои позиции? Или это никак не отразится на нем? Анатолий, ты знаешь цены на Infinity? Но поскольку еще неизвестны цены на эту марку, тут что-либо строить какие-то прогнозы. Все? Да, мы знаем, что бренд выходит. По идее, конечно, выход официального дистрибьютора, естественно, оказывает определенное влияние на так называемый автомаркет, на вторичный рынок. Но мы же говорим сейчас и о рекламе, на которую у производителей гораздо больше возможностей и понимания, как проводятся рекламные кампании. Это совершенно другая грамота, другая логика рекламных объявлений от производителя. И от какого-то дилера, скажем так, тем более от серого. Я пока не видел рекламу Infinity. Я ничего не могу сказать. Мы отслеживаем автоматы. Прогнозы, что будет влиять? Выход автомобиля официально на рынок. По идее, это какая-то дилерская забота и поддержка. Я думаю, что это забота продавца, прежде всего. Наличие фирменного сервиса. Наличие фирменного сервиса доступно. По идее, цена на вторичном рынке на этот автомобиль должна быть выше. Хотя сервис налажен, кстати сказать, по Infinity, потому что его же не ввозил только ленивый. А Nissan сам занялся импортом после того, как рынок достаточно насыщен. И Murano, и другими моделями. Посмотрите, сколько их на дорогах на Москву. Ну, Murano, он появился таки раньше, чем бренд Infinity у нас. Если я не ошибаюсь, все-таки уже совсем давно. Эти внедорожнички. Нет, FX, они появились, по-моему, в 2004 году. Массовый наплыв вот этих был. Из Америки. Да, они к нам напыли. Вот вам фактор, который мы учитывали. Дело в том, что на американском рынке автомобили многие стоят на порядок дешевле, чем на российском. Чем богаче страна, чем дешевле может все покупать. Это понятно, да? У нас пошли, но у нас все прочее. Поэтому они дороже. Но оттуда ввозить дешевле, чем официально импортировать, в мой раз, получается. И та же самая история, почему Porsche дешевле? Потому что они из Америки. Они официально продаются, а еще из Америки завозятся. В не меньших количествах, я полагаю. И у меня такое че, что... Даже новые? Почему нет? Ну, совершенно другие ставки таможенные. Какие? То есть людей не привлекает даже покупка нового автомобиля, соответственно... Но эти ставки нивелируются дешевизной приобретения на американском рынке. Он там просто дешевле изначально, даже новый. С премиум-брендом это вообще типичная ситуация. Взять хотя бы Ferrari. У нас есть официальный дистрибьютор, который их предлагает. Но наряду с этим я знаю как минимум двух импортеров, которые импортируют автомобили Ferrari. Причем один из них их покупает на прямой, почему-то на фабрике. Второй их приобретает... У нас звонок в студию, я прошу прощения. ...и из Арабских Эмиратов. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте, у меня вопрос. Здравствуйте. Костю, неважно, к отцу или сыну. Скажите, пожалуйста, вот вы в своем исследовании учитываете только официально проданные машины, то есть официально везенные, или же машины, которые попали в Россию через потреслых серых или черных дилеров? Я почему спрашиваю? Потому что у меня Dodge Ram, и я покупал его не в автосалоне, и в конце концов я его собираюсь продавать. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Если я его правильно понял, то интересует не только автомобили, которые ввозятся в серую или не в серую, а автомобили, которые фактически вообще не представлены у нас на рынке. Ну, достаточно редкий автомобиль Dodge Ram, хотя мы его можем видеть, но говорить о каких-то больших количествах, наверное, не приходится. Это естественно, в исследование брались все автомобили, которые присутствовали на рынке в 2003 году. Неважно, поставлялись ли они в России по официальным каналам, поставлялись ли они по серым каналам, или возились частными лицами. Это без разницы. Если автомобиль присутствовал в 2003 году, то мы постарались его, по крайней мере, отразить в исследовании. Если он присутствует, то, конечно, сейчас на вторичном рынке. Понятно. А что еще? Ну, не все, к сожалению. Что еще вы хотите включить в исследование? Я так понимаю, что исследование – это первый шаг. Что еще вы планируете включать в такие исследования в будущем? Во-первых, это начало, 570, а у нас изначально было 1070 автомобилей, моделей, модификации. Мы просто не успели. Это проводилось три месяца. Это огромный объем работы, много людей задействовано. Поэтому мы просто не успели по всем. Во-первых, список будет пополняться. Во-вторых, iMarket – это чисто потребительская вещь, это приложение к автоизвестиям. Поэтому там будет сервис. Мы будем отслеживать ситуацию с сервисами по брендам, по моделям, по маркам. Там будут такие вещи, как доступность страховых услуг, кредитных ресурсов. Вот, в общем, всего, что связано с покупкой и владением автомобиля. Я думаю, что мы в итоге придем вот к тому самому стоимости владения. А нет таких планов включить туда классические раритетные автомобили? Мы тут просто не так давно общались с господином Сорокином, владельцем этой студии. Не собираешься включать такие автомобили туда? Раритет не торгуется в больших объемах на рынке. Это всегда… его покупают единицы, когда продают единицы. Это эксклюзивная модель. Это раритет. Это раритет. Это не массовый продукт. Я, например, не берусь оценивать то, что я видел в галерее. Это невозможно даже оценить. Вот я не умею оценить это. Там нет рыночных математических форм, по которым это можно оценивать. Это эмоции, которые здесь не принимаются в расчет. Вот и все. Хотя я там написал… Понятно, понятно. Ну ладно, бог с ним. Ну, тем не менее, люди покупают такие машины. Они их сюда возят. И надо сказать, что не все из них возят только из любви к красивому и к прекрасному. Кто-то возит их еще просто к любви на живе, циничной. Ну, я вам еще раз напомню. С вами в эфире была программа «Попутчик. Гость студии». Сегодняшними нашими гостями были Олег и Андрей Осиповы, издатели газеты «Автоизвестия». И мы, наверное, достаточно подробно обсудили проблему потери стоимости. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин